Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы поговорим об оценке тяжести поражения легких, когда необходимо пациентов вложить в стационар, когда нет необходимости. Для оценки тяжести состояния пациента необходимо учитывать клинику, необходимо учитывать, как пациент себя чувствует. Все вы знаете, что замеряют сатурацию, есть одышка у пациента или нет. Кроме того, смотрят лабораторные анализы, а также оценивают ту картину, которую мы получаем при рентгенографии и при компьютерной томографии. Почему? Потому что отмечается зависимость тяжести общего состояния от характера и выраженности рентгенологических проявлений по данным компьютерной томографии. По данным компьютерной томографии, вы, наверное, уже видели, в заключении пишут течение легкое, средне-тяжелое или тяжелое. Так вот, легкое течение – это когда в легких есть не более трех очагов уплотнения по типу матового стекла, то есть вирусного только поражения. Очаги при этом будут составлять в диаметре менее трех сантиметров, и они не сливаются друг с другом. И в средне-тяжелом течении заболевания в легких будет наблюдаться более трех очагов инфильтрации по типу матового стекла, которые также могут сливаться между собой. Также могут отмечаться участки консолидации. Мы с вами об этом уже говорили в прошлом видео, что такое участки консолидации. Это такие более плотные очаги вследствие изменений реологических свойств крови, вследствие уже какого-то тромбоза легочных сосудов. При тяжелом течении заболевания наблюдаются обширные участки уплотнения легочной ткани по типу матового стекла, либо даже диффузные, которые сливаются между собой. Также на этом фоне отмечаются участки консолидации, могут быть изменения соединительной ткани, ретикулярные изменения. Ваши доктора, когда вы проводите компьютерную томографию, они посчитают вам в процентном соотношении, какая площадь легких подверглась вирусному поражению. Продолжение следует...